Продолжаем пресс-конференцию после матча Острогино с нами. Главный тренер футболиста Острогино Сергей Зигитовин, Сергей Рафадович, как всегда, во-первых, с победой, во-вторых, за счет чего эта победа сегодня была достигнута, какие изменения вы внесли, в отличие от матча первого круга, когда уступили этому же сопернику в Ногинске. Спасибо за поздравление, очень приятно за ребят, что матч такой был непростой, эмоциональный, нервный, важный, как угодно можно его называть, но очень приятно за ребят, что то давление, которое было, они смогли с ним справиться, и матч довели до победы. Конечно же, мы сделали определенные выводы по тому моменту, по тому, что мы играли в первом круге, где-то нам пришлось немножко отказаться там умышленно от, допустим, где-то своей игры, но это все было сделано для достижения результата. Считаем, что наш план на игру, наверное, сегодня сработал, поэтому... Можно сказать, что на команду в эмоциональном плане нисколько не повлияло вот это поражение от аутсайдера в предыдущем туре? Ой, такой, как бы, вопрос непростой, да? Все, что не делается, то, что делается для чего-то, вот, то, что не сложилось в пензии, то уже вчерашний день, мне к этому возвращаться, конечно же, не хочется, вот, поэтому, ну... сложно ответить на этот вопрос. Хорошо. Насколько изменился план на игру после вынужденной замены в концовке первого тайма? Нет, абсолютно. Точно то, что замена вынуждена, она никак не повлияла. У нас во втором тайме, конечно, мы уже вышли немножко. У нас была договоренность, что команде соперника нужно забивать мячи. Мы ввели в бою 2 но, поэтому им нужно было бежать, им атаковать, соответственно, мы ждали того, что оголяться там свободной зоны, и на контратаках можем увеличить свои преимущества. Но не все то, что мы запланировали, получилось. Нападающий у нас, Егор, не всегда успевал подбирать мяч, поэтому была перестановка, Сафа вышел не в свою позицию. Вот от этого такие вот действия были. Вот как раз хотел следующий вопрос задать по поводу Сафонова, который вышел на позицию правого нападающего. Почему именно его предпочли выпустить на поле, нежели Дунаева, который также был в запасе, или у которого эта позиция более, скажем так, родная? И как в целом оценить игру Федора вот в этом новом амплуат для себя? Ну, то, что мы сделали выбор в пользу Федора, это, наверное, возвращение к матчу с Пензой, потому что Федор проявил тайм и достаточно хорошо, на наш взгляд. Соответственно, когда мы планировали замены, то Федор был одним из первых, кто должен был выходить на поле. Соответственно, поэтому выбор пал на него. Ну, и по оставшимся трем туров в этом сезоне, я так понимаю, задача теперь только первая строчка в группе 3B? Ну, желание, конечно же, есть. А посмотрим, как все закончится уже 10 июня. Хорошо, тогда увидимся после 10 июня. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо.